Итак, мы наконец-то добрались До Филиппин. Страна, в которой я уже давно мечтала побывать и до которой мы так долго добирались. Страна, состоящая только из островов, численность которых более 7000. Невероятная природа, которая соседствует с жуткими трущобами. Это одна из стран с самым высоким криминалом на планете, которую называют Азиатской Колумбией. Контрастные города, в которых перемешалась роскошь с нищетой и небольшие уютные деревни с очень добрыми людьми. Это все про Филиппины. Сегодняшний же выпуск я начну со столицы этой страны, в которую мы и прибыли. Город Манила. Только что приземлился самолет, получили багаж перед тем, как вы отправляетесь на Филиппины за три дня, но можно и меньше, там за два, за сутки. Запись не открывается ранее, чем за три дня. Позже вы можете заполнить разрешение на въезд или электронная виза, я не знаю, как это назвать. Короче, она заполняется на сайте. Ссылку на этот сайт я оставлю у себя в телеграм-канале. Я все, все ссылки, все полезные локации, все-все-все оставляю там, поэтому ищите там. Плюс очень важный момент, то что вы можете находиться на Филиппинах только 30 дней, поэтому вам нужно указать время отбытия, чтобы оно не превышало 30 дней нахождения в стране. И желательно купить или забронировать, как в нашем случае, обратный билет в какую-нибудь третью страну, либо в страну, откуда вы вылетели. Помарочка. Нежелательно, а обязательно, потому что при регистрации у вас 100% будут спрашивать. По крайней мере, в Гонконге, мы летели из Гонконга, у нас спрашивали 3 или аж 4 раза, просили показать эту бронь. Мы показывали, и они ее прямо пробивали, поэтому выбирайте проверенные сайты, где именно бьется бронь. Что касаемо обмена денег, опять-таки, я сейчас не вдавалась в подробности, какой курс хороший, какой курс нехороший. Так или иначе, нам нужно сейчас поменять хотя бы 50, может быть максимум 100 долларов. Поэтому мы будем менять в аэропорту, и сейчас курс, я правильно понимаю, вот 57.45, да? Да, 57.45. Сейчас курс 57.45. И удивительно, но в аэропорту Манилы самый лучший обменный курс, что мы видели на Филиппинах. К сожалению, тогда мы этого не знали, и поменяли в аэропорту всего 100 долларов. Мы были очень уставшие, и до города решили добираться на такси. Вызвали граб, и в итоге прождали его полтора часа. Уже с первых минут мы столкнулись с тем, что на Филиппинах все через жопу. Можно несколько раз спрашивать одно и то же у разных людей, и ответы будут разные. Никто ничего не знает и не хочет знать. Нет никаких внятных правил, чувства, что их придумывают на ходу. По мере рассказа о нашем Триппе в разных роликах, я не раз буду на этом заострять внимание. В Маниле огромные пробки. Дорожные развязки сделаны неудобно. Таксист, который взял наш заказ, был в зоне вылета, над зоной прилета, где ждали мы. Он ехал полтора часа. Потом мы узнали, что можно обойти и попасть в зону вылета. Это нигде не указано, не очевидно, непонятно, и никто не смог нам помочь, когда мы спрашивали. Как я и сказала, все через жопу. Ну что, заселились мы в квартиры, в апартаменты в Маниле. У меня здесь уже срач, мы сходили в магазин. В общем, это я стою в коридоре, тут вот сразу же получается кухня. Здесь ванна. Так, я вам сейчас... Здесь, видать, обедать. Ну, мы, наверное, тут будем обедать. Тут все так симпатично. Шкаф. Тут вон рабочее место, что очень удобно. Вид у нас... Вот такой. На город. Давайте посмотрим сам комплекс. Я спустилась на восьмой этаж. У нас здесь на восьмом и на седьмом этаже различные зоны. Вот я сейчас стою в зоне детской... Я даже не знаю, детского парка какого-то. Здесь вот такой детский бассейн. Парковая зона такая. Здесь у нас... Ну, это площадка детская. Тоже на восьмом этаже общий бассейн. Здесь можно поплавать, можно позагорать. Но, опять же, позагорать сильно не получится, так как здесь никогда не бывает солнца абсолютно. Здесь вот все, вот смотрите, вот в доме. То есть вот единственное пространство вот здесь есть, но и то оно все в домах. Вот. Но поплавать самое то, охладиться, потому что пекло невыносимое. Даже, наверное, хорошо, что здесь нет солнца. Кстати, на детской площадке как раз-таки все в солнце. Это странно. Детишки, давайте там на этой горке катайтесь и получайте солнечный удар. Ну, такое себе. Вот так вот все очень красиво. Столица Филиппин, город Манила, находится на острове Лусон. Город был основан в 1571 году испанскими завоевателями под руководством Мигеля Лопеса Делле Гаспи. В то время Манила быстро превратилась в центральный узел морских путей и торговли, став важным перекрестком для торговцев и путешественников из Европы, Америки и Азии и играла ключевую роль в обмене товаров и культур между Востоком и Западом. Испанское влияние оставило неизгладимый след в архитектуре и культуре города, делая его столицей колониальных владений на долгие столетия. Во времена Второй мировой войны город оказался под японской оккупацией, что привело к кровопролитной битве, в которой столкнулись США и Япония. Эти события оставили город в руинах. Современная Манила – это город контрастов. Роскошные районы, такие как Макати, с высокими стеклянными небоскребами, дорогими магазинами и элитными ресторанами соседствуют с трущобами, где жизнь течет совершенно по-другому. Манила, возможно, не самый комфортный и приятный город, но точно интересный. В первый же день нашего знакомства с Манилой мы лишь немного прогулялись по нашему району по благополучному Макати. Манила, конечно, это очень контрастный город и одновременно с трущобами, с людьми, которые живут на кладбище, и дети, которые босиком просто бегают под дождем и моются под дождем. Здесь же соседствует очень сильная роскошь. Торговые центры, высотки, дорогие рестораны, всякие Шанели, Гуччи, Луи Виттоны. Мы сейчас пришли как раз-таки в этот район, но это все вот район Макати, и плюс у них еще есть район Бонифацио, или как-то так он называется, я сейчас подпишу при монтаже. Здесь вот, посмотрите, прямо внутри торгового центра разбит просто парк. Здесь есть озеро, такой прудик, есть церковь, очень красиво все. Куча всяких дорогих магазинов, обычных магазинов, куча всяких ресторанов. Здесь стояли, сейчас мы обратили внимание, мисочка, здесь местная кошечка живет, и мисочка стояла с кормом и с водичкой, и филипинка пошла ее кормить. Немного погуляв первый день по Макати, на следующий день по плану было выйти за пределы благополучия и погрузиться в другую жизнь города. Мы вышли на прогулку по Маниле, настроили себе кучу планов, решили посетить исторический центр Манилы, Интрамурос. Очень интересное место, очень туда хотелось ходить. Вообще Манила достаточно интересный город, хотели побывать в разных местах, и начался сильный дождь. В общем, не знаю, сейчас отправила Кирилла обратно до нашей квартиры, чтобы он взял наши дождевики. Мы по-любому погуляем, пока не знаю, конечно, придется корректировать как-то наши планы, пойдем немного не так, как мы хотели изначально. Если вы смотрите это видео, что-то я, наверное, намонтировала, что-то будет. Под окнами шикарного комплекса, в котором мы остановились, расположилось южное кладбище. Кладбище в Маниле – это не только место для захоронения умерших, но и дом для живых. Социальное и экономическое расслоение, тотальная бедность и перенаселение приводят людей жить на кладбище. Здесь рождаются дети. У части жителей кладбищ нет официальных документов, таких как паспорта или свидетельства о рождении. Некоторые семьи живут на кладбищах на протяжении нескольких поколений. Часть жителей здесь же работает, занимаясь уходом за могилами, выполнением ритуальных услуг и другими задачами. Связанными с кладбищем. В Маниле два известных кладбища, где живут люди – северное и южное. Северное кладбище – старейшее и крупнейшее в Маниле. Но мы туда не поехали. Мы сходили на южное кладбище, которое расположено в двух шагах от нашего дома. Ну, в общем, мы подошли на вход. Понятно. Да, тут какая-то охрана. Мы зашли. Здесь на входе охрана. Ну, им вообще глубоко на нас было пофиг. Мы спросили, можно ли пройти. Они говорят, ведите. Ну и все. Ну, вообще пофиг. Мы прошли. И здесь, да, здесь действительно город в городе. Здесь торговые лавки. Здесь ездят тук-туки. И, в принципе, склепы выглядят просто как дома. Пока мы шли по кладбищу, к нам подошел мужчина и спросил, может ли он нам чем-то помочь. Филиппинцы – добрые, приветливые и отзывчивые люди. Мы решили воспользоваться этим предложением и поболтать с ним. Спросили его про быт, как он здесь оказался и как живет. Он рассказал, что работает он здесь же, на кладбище, поваром в местной лавке. За это его кормят бесплатно. Живет он тоже бесплатно по договоренности с владельцами склепа о том, что он будет за ним ухаживать. Еще он работает где-то в баре, но мы так и не поняли, находятся бар за пределами кладбища или прямо там. Получает за это 250 песо за ночь. Самого мужчину на камеру я не записывала, потому что мне было неловко, но немного сняла с его разрешения его жилье. Вот так устроен быт. Здесь нет кухни никакой. И Аруэлл просто заботится об этом доме. А давай спросим, он живет, где он спит? Слип. Прямо? Да. А, на полу. Ага, окей. Поболтав с Аруэлом, мы отправились на выход с кладбища. Вход и выход тут только один. По пути встретили детишек и угостили их соками и мандаринами, которые брали с собой. Нам по пути встретились детишки. Они тоже совершенно не надоедливые, не назойливые. Они спросили, как вас зовут. И были очень милые, вежливые, спокойные. У нас с собой были такие, ну, типа соков, напиточки небольшие, вот такие. И мы им раздали. Они были очень рады. Такие милые, добрые. И, конечно, сердце разрывается от таких детишек. Ну, а мы идем дальше. Мы хотим посмотреть историческую часть Манилы, Интрамурос. Очень интересное место. Очень интересное, очень историческое. Поэтому идем туда. Не знаю, как мы пойдем пешком или поедем на машине. На машине. На такси или на метро. Пока не решили. Пока идем в сторону метро. Посмотрим, что там за метро. Потому что пока на карте вообще чуть-чуть не очевидно было, как там по метро все устроено. Дойдем сейчас до станции метро ближайшей. Посмотрим, что там. И, может быть, если что, поедем на метро. Просто идет дождь. Так, может быть, и прогулялись бы пешком. Заодно посмотрели бы город. Но мокнуть сильно под дождем не хочется. Машинки вот эти, которые у них старые джипни, очень мне интересны. Они выглядят так необычно и интересно. И поэтому я их постоянно фоткаю, когда вижу. Ой! Они такие милые. Я просто не могу. Вот, представляете, мы ходим, снимаем. И нам все сигналят, все рукой машут. Это так мило, капец. Вон эти, посмотрите, какие машины классные. Вау! Беутипул! Итак, мы сейчас будем кататься на этом джипне. Нам нужно доехать до станции метро. Идти далеко и жарко. Поэтому мы поедем на джипне. 26. Джипне – это яркие, украшенные в личном стиле автомобили, популярный и доступный общественный транспорт в стране и культурный символ Филиппин. Эти автомобили появились после Второй мировой войны, когда американские военные оставили за собой большое количество джипов. И изначально они выглядели не так. Местные жители модифицировали эти военные транспортные средства, превратив в цветные автобусы. С тех пор джипни стали символом Филиппин и частью местной транспортной системы. Традиционные джипни вмещают от 10 до 20 пассажиров, которые сидят напротив друг друга в двух рядах. Открытые окна, отсутствие кондиционирования воздуха и декоративное оформление. Каждый джипни уникален. Они украшены и религиозной символикой, и популярными медийными персонажами, цветными узорами и даже неоновыми огнями. Маршруты джипни часто не фиксированы и могут меняться в зависимости от пассажиропотока и дорожной ситуации. Водители джипни собирают оплату вручную, а пассажиры сигнализируют о желании выйти, просто стуча по металлу. Сейчас для джипни ужесточили правила дорожного движения и требования к уменьшению выбросов. Их уже не пускают на некоторые дороги и районы города. Тем не менее, джипни по-прежнему остаются дешевым и популярным средством передвижения для миллионов филиппинцев. И, конечно же, интересным развлечением для тех, кто только приехал на Филиппины. Мы доехали на метро до остановки. Подскажи, Кирилл, как она называется? Да, я обязательно все локации, все места, в которых бываю, все это оставляю у себя на канале в Телеграм. Поэтому обязательно подписывайтесь туда. Там очень много всего и полезного, и интересного, ну и просто мои какие-то мысли. Мы доехали на метро до этой остановки. Но до Интрамуроса идти еще 20 минут пешком, а это прям, ну вообще много. Сначала мы господили какого-то тук-тукера, который просто загнул жестко цену, такой за 150, говорит, двоих. И мне кажется, это такой чисто филиппинский какой-то стайл за двоих, да, брать, типа. А какая разница, ну типа мы вдвоем поедем или мы один поедем. Ну, короче, мы ему сказали все, до свидания. И снова поехали на джипни. Ну и все, доехали на джипни, прошлись по пешеходному переходу. И сейчас идем уже непосредственно в историческое место. В общем, местами Манила не очень приятная. Местами стрёмно я себя ощущаю, ну, в плане безопасности. Но в целом, наверное, все не так страшно, как я себе накручиваю. Ну да, есть много бездомных, которые лежат, много попрошаек. Очень большой кипиш и очень много сумасшедших, которые разговаривают сами с собой. Возможно, под наркот. Вот от этого стрёмно. В целом, я думала, будет хуже. И на самом деле люди очень добрые. И даже когда мы там что-то в какой-то кипише затупили, к нам подошел просто обычный филиппинец. Не знаю, продавец, он в своей лавке в какой-то. Понял, видать, что мы вообще не справимся здесь. Сказал, в общем, куда нам пойти и что нам делать. Спасибо ему большое, потому что мы тупили действительно. Ну что, добрались мы до исторического центра Манилы. И сейчас мы будем гулять по Интрамурос. Здесь, посмотрите, какая стена. Стена тут не просто так. Интрамурос, что в переводе с испанского, означает «внутри стен». Это один из самых старых и исторически значимых районов Манилы. Этот район основан испанскими колонизаторами в конце 16 века и служил военным и административным центром колониальной Испании на Филиппинах. За этими стенами стоит богатая история, которая рассказывает как о процветании, так и о многих трагедиях. Интрамурос построили в 1571 году по приказу испанского конкистадора Мигеля Лопеса де Ла Гаспи. Каменные стены и крепости воздвигнули для защиты от местных восстаний и иностранных вторжений. В течение почти трех веков Интрамурос был центром политической, религиозной и военной мощи Испании в регионе. Район содержал церкви, монастыри, школы, дворцы и другие здания. Интрамурос почти полностью разрушили во Вторую мировую войну. После войны началось медленное восстановление района. Часть зданий воссоздали, включая собор Манилы и церковь Сан-Агустин, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Интрамурос – живой музей под открытым небом. Здесь находятся музеи, учебные заведения, ряд магазинов, ресторанов и кафе. Можно исследовать стены, ходить по брусчатым улицам или совершать экскурсии на традиционных конных повозках. Вот здесь уже все такое вылизанное, вычищенное, все прям очень чистенько. Кроме исторической значимости, Интрамурос еще и очень живой район. Здесь много людей, еще больше маленьких людей. В Маниле вообще очень много детей, это сразу бросается в глаза. Но и много бездомных, что тоже нельзя не заметить. Район очень яркий, красивый, можно провести целый день, гулять и разглядывать детали. Я думала, здесь просто только достопримечательности будут и все. А оказывается, здесь целый город. То есть здесь есть обычные люди, живут, которые прям здесь. Это как район города, можно сказать. Он находится за такой каменной-каменной стеной и на входе стоят охранники. В основном это просто какой-то район города. То есть здесь также протекает обычная жизнь, гуляют люди, да, в перемешку с туристами, в перемешку здесь вот различные достопримечательности, куча всяких прикольных кофеин. Есть 7-11, магазины. В то же время просто и обычный быт обычных людей, которые здесь же и живут. Мы подошли сейчас как раз таки к церкви Святого Августина. Церковь Святого Августина понравилась мне больше всего. Ее построили в 1607 году. И это старейшая каменная церковь в стране. Она выдержала множество землетрясений, а на Филиппинах их действительно множество, и военных разрушений на протяжении всей своей истории. Она до сих пор активно используется для богослужений и является популярным местом для свадеб и других церемоний. Церковь Святого Августина также является частью исторического комплекса, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы сейчас подошли к одному очень красивому кафедральному собору. В нас сегодня преследует дождь, он то меньше, то больше. Надеюсь, мы уже догуляем сегодняшний день, наснимаем вам этот интереснейший и красивый район Интрамурос. Еще одна величественная и исторически значимая церковь в Интрамуросе – кафедральный собор Манилы. Построили собор в 1571 году по приказу Мигеля Лопеса де Легаспи, основателя Манилы. С тех пор церковь неоднократно разрушалась и восстанавливалась. Текущее здание собора датируется 1958 годом, когда его последний раз восстановили после значительных разрушений во время Второй мировой войны. Подобные здания выглядят очень интересно и необычно в азиатских городах. На этом соборе начинается дорога к еще одному интересному месту – Форт Сантьяго, куда мы и отправились. Но тем временем начали сгущаться тучи, и нас настиг дождь. Повеяло настроение Макао, где мы гуляли под дождем. Итак, мы попали внутрь. Здесь огромная территория, куча вот всякие есть кафешки, рестораны, можно перекусить, все очень красиво выглядит. Большая такая площадь. Я так понимаю, гулять здесь будем долго, хотя мы уже довольно устали за сегодняшний день. Вход на территорию стоит 75 песо с человека. Для студентов там было написано 50 песо, но я думаю, это для филиппинских студентов, а не для таких, как мы. Форт Сантьяго – исторически значимый и визуально узнаваемый памятник в Маниле. Форт построили испанцы в конце 16 века. Изначально для защиты города от иностранных вторжений и местных восстаний. Во время Второй мировой войны форт был тюрьмой, где содержались как филиппинские революционеры, так и обычные преступники. Самым знаменитым узником форта был национальный герой Филиппин Хосе Рисаль, который провел здесь последние дни перед казнью в 1896 году. Тогда форт использовался японской армией и стал местом массовых убийств и жестоких допросов. Подземелья форта Сантьяго адаптировали под тюремные камеры и места для допросов. Условия в этих подземельях были жестокими. Изначально они строились не для содержания людей, а для хранения военного снаряжения. Поэтому вентиляции и освещения были крайне ограничены. Во время наводнений, которые часто происходили в этом районе, из-за его близости к реке Пасик, подземелье заливало водой, что приводило к ужасающим условиям для заключенных. После освобождения Манилы союзными войсками были обнаружены многочисленные свидетельства этих злодейств. Сегодня подземелья форта Сантьяго открыты для посетителей как часть музейного комплекса, а сам форт стал музеем и парком. Здесь посетители могут узнать о его истории через различные экспозиции и мемориалы и лучше понять, что происходило в этих подземельях, почему их сохранение важно для памяти о прошлом. Мы погуляли по Интрамурасу, познакомились с историей города разных времен. Манила не только безумное и местами трэшовое место, но это еще живой и интересный город. Вновь попав под дождь, уже уставшие от такого насыщенного дня, мы направились домой. Ведь на следующий день нас ждал вылет на другой остров Филиппин. Вдоволь насытившись большим городом, мы отправились смотреть то, ради чего все едут на Филиппины. Невероятная и местами уникальная природа этих мест. Мы сидим в аэропорту Манилы, чтобы отправиться на остров Палаван. Мы летим сейчас до города Пуэрто-Принцесса, откуда у нас заказан трансфер. Я его заказывала на сайте клуб, и он нас отвезет в город, ну, либо это, наверное, больше деревушка, Эль-Нидо. На Филиппинах все очень-очень долго, все очень-очень медленно. Рейс нам задержали, но ладно, хоть не на много, пока что всего лишь на 40 минут. Надеюсь, что это будет максимум, и нам не задержат дольше, потому что трансфер отъезжает в определенное время. Плюс мы вечером ему писали, что мы прилетим на 2 часа раньше, и не получится ли как-то уехать пораньше. Он нам написал в ответ, что ну, я уеду и так пораньше, не ровно в 17.00, а сейчас я думаю, что успеть бы нам к этому трансферу. Ехать до Эль-Нидо тоже то еще приключение, дорога будет, наверное, часов 5, но посмотрим, посмотрим, как это у нас пройдет. В общем, пока мы сидим в аэропорту, ждем вылет. В итоге прождали мы недолго. Уже через час самолет вместе с нами улетел на один из самых красивых островов Филиппин, Палаван. Полет прошел хорошо, что не скажешь о нашей поездке из Пуэрто-Принцессы в Эль-Нида. Об этом я расскажу в своем следующем выпуске. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал в Телеграм, там я много делюсь полезным, локациями из мест, в которых бываю гайдами по бюрократии, с которой сталкиваюсь, и просто мыслями и эмоциями от жизни кочевника. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк и до новых видео.